Друзья, всем привет! Хочу с вами еще раз поделиться вот такой новостью. А новости у нас следующие. Многие ютуберы очень пренебрежительно относятся к рекламе в каком плане. У нас благодаря ютубу, спасибо ему огромнейшее, он нам подарил такую возможность делиться ссылками в сообществе. После видоса одного из я предложил каналам, которые ежедневно выкладывают свои ролики, обмениваться такими ссылками 3, 5, 7, 10 тысячные каналы и выше. Что это дает? Это дает дополнительный просмотр, это дает дополнительные часы, это дает прирост вашей аудитории и конечно же доход. Многие, еще раз повторяю, люди не хотят поднимать свою же делать абсолютно ничего. После предыдущего ролика мне написало всего лишь 2 человека, канал смотрят огромнейшее количество людей, также ведут свои каналы, но почему-то не хотят работать. Если бы мне предлагали вот такой канал, как у меня, 48 тысячный канал, взаимную рекламу бесплатно в свое время, я бы наверное отчасти обомлел. А здесь получается такая ситуация, что люди смотрят и не хотят работать. Потом задают вопрос, а почему же у перекупщика так хорошо идут продажи? А почему же один успешный, а другой нет? Ребята, вот отсюда, вот с таких минимальных вещей, хотя это вот по такой песчинке строится вся эта площадка, вы не хотите ничего делать. Ну дело такое, скажем так, хозяйское, кто захочет, тот с тем мы будем работать. Еще раз повторяю, как работает сообщество? Мы с вами берем любое ваше видео и добавляем в сообщество. Добавляются просмотры. Это все бесплатно. Мы это делаем по взаимному согласию. Так, ну что, делюсь с вами еще одной хорошей новостью. Я выставил на Виолите товар на сумму 100 тысяч гривен. Это великолепное достижение. Опять же, многие спрашивают люди, вот ты же говорил за Виолите, а вот почему у тебя отрицательный отзыв? Ребята, у каждого человека может быть отрицательный отзыв, потому что это человеческие факторы, это торги, это риски, это работа с людьми. Там, где работа с людьми, это же не роботы. И, конечно же, всегда есть риски, и они также присутствуют у меня. У каждого, даже у огромных каких-то рейтингов случались такие нюансы. Ну, оправдываться я ни перед кем, конечно же, не собираюсь, не буду. Кому интересно, на Виолите, я под ником Элик, пожалуйста, заходите, смотрите. Сейчас я вам покажу, что здесь я еще выставлял. Так, все вот эти подколы ваши, все вот эти какие-то негативы, ребята, я на это давно уже не реагирую. Поначалу мне было там как-то неприятно, сейчас, честно, мне настолько фиолетово ваши, а вот ты коуч, а у тебя отрицательный отзыв. Ну, и что теперь? Ну, у каждого человека, послушайте, сегодня продавец всегда прав. Но это так трактует у нас маркетинг, опять же таки, зарубежный и наш опять прав. Ну, как прав? Куча нюансов, когда он не прав. Куча. То же самое, как с автомобилями. Все привыкли, что автомобиль источник повышенной опасности. А вы почитаете ПДД, что там написано. Обязанности пешехода. Как переходить и где переходить. Зебру, светофоры и так далее и тому подобное. Вы найдете и увидите на дороге миллион людей, которые совершают вот такие ошибки, нарушения ПДД, а винят все водители. Вот здесь то же самое. Покупатель прав, а он реально не прав вообще. Ну, вот отсюда и качели. А я парень вспыльчивый и люблю покачаться. И, конечно же, будут качели всегда. С любым. Неважно, какой у него рейтинг, какой у него там еще что-то. Мне без разницы. Если он не прав, я ему это докажу. А если я не докажу, значит, вот есть аукцион и я получаю негатив. Ну, ничего страшного. Так, друзья, что я вам еще хотел сказать. У нас, у нас, у нас новый, новый, сейчас мы его найдем, ножи. Я выставил новый лот с ножами в икидухе. 27500 гривен. Пять человек следят. Вот тут уже кто-то писал. Кто-то там какой-то негатив написал. Ну, да и ладно. Здесь новые выкидушки. Новые выкидные ножи. Вот они здесь представлены. Кому интересно, заходите, посмотрите. 11 штук. Несколько продано. Замещено другим товаром. Так, давайте сейчас сюда вернемся. И посмотрим, что у нас. Значит, потом я вам покажу. А, я приехал с Морей. Вот. В общем, много чего повыставлял. Доехал хорошо. Всем спасибо. Писали, звонили. Интересовались. Так, рубли, картина. Детские игры настольные. Кому интересно, заходите, смотрите. Делитесь. Покупайте. Ребята, здесь маленькая-маленькая часть товара. Товара огромнейшее. Просто нереальное количество. Для того, чтобы его выставить, нужно же, конечно же, время. Поэтому. Очень часто спрашивают, покажите свой товар. Ребята, ну как я его вам весь покажу? Он, во-первых, меняется очень часто. Что-то, куча чего-то продается. Что-то, ну, какое-то такое телодвижение происходит. Ну, как вам это все показать? Буду выставлять еще товар. Так, что у нас тут? Кукушка, шмукушка, куча всего. Может, кто-то что-то не видел. Что-то новенькое. Заходите. С удовольствием. Посмотрите, что-то для себя интересное. Спасибо, что поддерживаете канал лайкосами. Спасибо, ребята, еще раз всем. Всем передаю привет. Так, вот, за кирку у меня тут спрашивали. Так. Закирку, лопату. Мототрек, объектив. В общем, что-то на повыставлял. Записываю суммы, которые у меня здесь. Здесь убрал я два лота, продал вчера. Поэтому я здесь немножко почистился. Ну, в общем, ребятки, вот как-то так. Заходите, лайкуйте, лайкуйте, ликуйте. Пошла массовка. У нас есть обучение. Антиквариату, походы на барахолки, средства для чистки монет, нумизматическая линейка. А с вами Голденбой, миллионер, перекупщик.